Двойными шахматами назовем игру, отличающуюся от обычных шахмат, только тем, что каждый из противников делает ход не одной фигурой, а два обычных шахматных хода. То есть я беру, скажем, одну фигуру или пешку двигаю и другую фигуру или пешку двигаю. Или могу одной и той же фигурой сделать два хода. То есть игра становится намного более динамичной, чем обычные шахматы. Если кто-то хоть немножко играл в шахматы, вы понимаете, насколько там важно, что ходы чередуются. И то, что игроки делают по два хода абсолютно изменит характер игры. Так вот, докажите, что белый в этой игре не хуже, чем черный. То есть, что не может быть выигрышная стратегия за черным. Может быть, что игра вечеринная, вы не знаете, но то, что черные при правильной игре белых не победят, это точно. Накажите, пожалуйста, двойные шахматы. Это шахматы, в которых ход каждой из сторон, это два хода обычных шахматов. Покажите, что у черных есть стратегия по крайней мере не проиграть. Подсказка. Не надо заниматься тонким анализом шахматы. Эта задача не требует точного указания стратегии. Вы должны лишь доказать, что непроигрышная стратегия для белых существует. Решив эту задачу, в настоящей игре вы вполне можете проиграть. Потому что решение не дает вам стратегии. Вы знаете, что стратегия есть, но решение вам ее не даст. Оно даст всего лишь факт, что стратегия существует. Он не может идти под шахматы. Это последовательность из двух правильных ходов шахматы. То есть надо, чтобы волшапы разрешали, и первые из них — вторые. А в волшапах, кстати, нельзя просто эти правы, потому что потом программа будет слизистой или... Нет. Почему нельзя? Это вопрос философский. Важно, что нельзя. Понимаете, когда есть какой-то запрет, у вас, конечно, есть причина, почему запрет наложили, но на самом деле важно, что есть запрет. Да? Они могут выходить куда-то и вернуться за вторым ходом назад. И за это белые, по сути, ничего не делают. Если это делать в любой позиции, то фактически это означает, что белые не будут ходить. Да? Ну, например, в начале игры берешь конем, идешь вперед и сразу возвращаешься назад. Фактически отдал ход противника. Но если так будешь делать все время, то, конечно, проиграешь. Нельзя так делать все время. Все время стоять на месте и ждать, пока тебе подойдет, то тебе масло оставить нельзя. Но, тем не менее, это 99% решений. Если у черных есть, то есть черные, то есть белые, то есть белые. Потому что если, например, черные, они, белые пойдут, когда первые не ходят, да? Черные что-то отвертят. Белые, тогда у нас, как бы, они вместе станут. То есть черные, они станут белыми. Давай, не белые сходят, а черные отвертят. Нет, нужно так же. Ребята, вот вместе они решили задачу. Посмотрите, что он сказал. Белые могут сделать конем ход вперед-назад. А вот дальше, смотрите, что она говорит. После этого белые применяют выигрышную стратегию за черных. Если бы у черных была выигрышная стратегия, представьте себе, вот они двое, вот он за белых, она за черных. Хорошо? Представьте себе, у нее есть способ его победить. Тогда он сделает простую вещь. Вот камер делает ход вперед-назад, и после этого говорит, вообще-то я тебе исполняю вот черных. Ходи, как хочешь. Но я буду думать, что это ты сходила за белых, и по твоей выигрышной стратегии за черных, я тебе отвечу, и все. Поняли идею? Да. Все, спасибо. Еще раз. Мы не придумали выигрышную стратегию. Вот это очень важно. Ребята, мы не придумали ее. Более того, если конем сходишь вперед-назад, скорее всего проиграешь. Ты подарил противнику темпу, скорее всего, он тебе все-таки выиграет. Но мы доказали, что если оба играют правильно, выиграют не черные. Потому что если бы была выигрышная стратегия за черных, то в таком случае мы придумали бы выигрышную стратегию за белых. Она состоит в том, что мы отдаем очередь схода, и после этого выиграем, как если бы мы были черными.